Еврозона Еврозона Еще второй вопрос от журналиста Касался сына Зеленского Отправит ли он своего сына на фронт Даже если он не знает вернется ли он Президент приходит в ярость Ни один ребенок не заслужил войны И мой ребенок не исключение Говорит Зеленский Журналист говорит что Зеленский выглядит изможденным Настроение его меняется То в одну то в другую сторону То он изможденный то вдруг становится бодрым И даже веселым пишет журналист И снова уставшим В общем что то такое нестабильное Непонятное Хотела спросить у вас Владимир Ранее как вы их называете Мейнстримовские журналисты Вроде как не писали материалов Об эмоциональном состоянии Зеленского Что то меняется в настроении Вы знаете Билд это не просто мейнстрим Билд это империя Это медиа империя Дают билду Как правило Билд Амзон так мы чаще цитируем Потому что он больше аналитический И дает билду интервью Политике очень высокого уровня Поддерживает тем самым статусность билда На самом деле это огромнейшее Это не просто минстрим Это огромнейшая пропагандистская машина Просто огромнейшая И по билду иногда можно судить Заранее Есть много шуток Насчет того что Билд уже знает Например кто канцлер Германии Почему Потому что они этим занимаются Они Я имею ввиду сейчас Вообще издательский дом Аксель Шпрингер С давнейшей историей Они были всегда антисоветчиками Потом они были всегда русофобами Ходят слухи Что Любой сотрудник Который устраивается туда на работу Подписывает дополнительный протокол Что его действия не будут направлены Против США Билд никогда не отрицал Что такой протокол есть Но и не подтверждает И машина это достаточно серьезная То есть Как пропагандистская машина Ну вот такой пример В Берлине произошел взрыв Взрывается машина И На каждой заправке У вас При входе К подходу к кассе Вот вы заправили машину И вы от машины идете В само здание заправки Где вы хотите расплатиться И у вас при входе Стоит такая стойка На ней стоят газеты И вот эта стойка В газетах Вам в глаза бросается Большой такой текст Там черный Красный Большими буквами Написано Русская мафия Убивает людей в Берлине Потом выясняется Что это русская мафия Это днепровские Мигранты С 90-го года То есть вообще Граждане Украины Но это русские И вот это Технология Билда Они Забрасывают Начиная от футбольных Новостей Желтая пресса Сплетни У них очень разнообразная Полита красок Забрасывают Всегда информацией Бросовой И вот эти Подзаголовки Заголовки Это важная Составная билда При этом Они еще раз Они были Когда-то давно Антисоветскими Сегодня это Абсолютно Русофобская Организация В самом билде Тоже Есть иногда Скандалы Приходится его читать Вы знаете Врагов Приходится читать Если билд Начнет молчить То это очень серьезно Разницы нет Какого политика Какого человека Журналиста Потому что У них Ни одна газета Ни две Ни три Но приходится читать Потому что Они Ну сильны Что я могу сказать Они влияют На избирателей В Германии Их влияние Я бы сказал Номер один Поэтому Как С ними Никто не заигрывает Мы давно Осознали Что любой Флирт С билдом Бесполезен Ознакомимся Как с врагами И вы Абсолютно Мария правы Что-то изменилось Что-то не то Вы можете Себе Представить Что заказуха Это звучит Все время Подсвечивать Союзников В виде Отличных Ребят Способных Выиграть У Москвы Абсолютных Демократов Ни в коем случае Даже намека На критику То есть Есть оппозиционные Издания Например Ну конечно же Только в интернете Конечно же Там с аудиторией Там дай боже Чтобы 300 тысяч было И бил с аудиторией Пару миллионов Там охват Неимоверный Которые говорят Да Зеленский Вообще-то До событий Февраля Прошлого года Как-то Был в списке Коррупционер Вообще Были в шоке Что с ним дела Нужно иметь Вы о чем Забыли Что он Как бы был В этом списке Фигурировал И Любое Какое-то Нестандартное Проявление Описаний Зеленского Это очень о многом Говорит Это прямо Катастрофически О многом То есть Сама редакционная Политика билда Она не предусматривает Правды Она не предусматривает Откровенностей Это Либо в одном месте Жутко мочат Притом Беспощадно И у них есть Специально Натасканные Такие Журналюги Они непорядочные Люди Могу сразу Сказать Один из примеров Это вот Совсем недавно Они публиковали Есть православный Монастырь Под Берлином Ну что Что Но этот монастырь Находится Настолько Вне скобках Политических Дискуссий Настолько Вне Понятия Русский мир Нерусский мир То есть Это в первую очередь Православие В том Наилучшем Проявлении Которым Только может быть И Билд Выпускает Известного Нам Журналиста Псевдоколлега Он не коллега И он не журналист На самом деле Настолько Отвратительно Пишут Что мол Вот например Это вообще Проект Путина Там Должны были Заслать Внедрить Я могу сказать Что настоятель Этого монастыря Фотографии Немерено Неоднократно Например Был приглашен Меркель На встречи То есть Они хорошо Знакомы Но это Не упоминается Потому что Нужно сделать акцент Вот смотрите Тут путинский Рассадник Под Берлином И они Не прикрываются Церкви То есть Это абсолютно Грязная стрепня Постоянно Если это Касается России А вот Если это Касается Зеленского То многих Вещей Не замечают И вот Здесь Конечно же Удивление Выделяет Это Просто Потрясающе Что произошло Есть такое Понятие Лобильность В принципе От Латынского Слова Лобилис Скользящий Неустойчивый Это Функциональная Подвижность Это Протекание Элементарных Циклов Возбуждения В нервной И мышечных Тканях Лобильные Люди Которые Меняют Состояние От Грусти И задумчивости Резкий Переход В Состояние Такого Эмоционального Возбуждения Когда Чуть ли не Подпрыгивают Или начинают Смеяться Усиленно Потом снова Уходят в себя Потом задумчивы Потом смеются Неестественно Это Лобильность Это Вы как-то Еще Красиво Называется В случае Это медицинская Терминология Лобильность И все понимают Что такое Подвижная Психика Ну я к тому Что обычно Наши слушатели Не стесняются Выражения И называют Это иначе Состояние Зеленского А ну-ка Помогите мне Ой Я не эфирная Я вам скажу Что лобильность Это В принципе Нервное Расстройство И Дело не в том Что Периферия Каких-то Нервных клеток Как-то не работает Или места Контактов Как-то там Сдвижны Нет-нет-нет-нет У нас есть внешние признаки Когда Лобильность Она видна И она Очень о многом Говорит Когда человек Спокоен У него нету Перехода Вот этого Пограничного состояния Из одного В другого Он не плавает Он не прыгает Он находится В одном Ровном Состоянии Стабилен Есть совсем другое Когда человек Прыгает То есть Знаете так Если грустно То грустно То ты сидишь И плачешь Но если ты сидишь И плачешь Потом снова смеешься Потом снова плачешь Что-то ненормальное Ну вот что-то ненормальное И Теперь К фигуре Зеленского Конечно Статью Билда Я читал Конечно же Я удивился Я удивился Не просто так Рассказываю Делаю подводку Что это вообще За издание Билда Еще раз Это очень мощный Издательский дом Если они начинают Мочить То это серьезно И У них Никогда Нету Объективности Я не помню этого Если Америка На задних лапках Облизывают Если Россия То ходят И фекалиями Поливают Ну притом Они сами Эти фекалии Создают И это было Так всегда По другому Это не было Бывают ли они Объективны Нет Они не бывают Объективны Они бывают Что представляют Площадку Для каких-то Политических Видимых Знаковых фигур Которых приходится Читать Вот если бы этого Не было То вообще Можно забыть Про них Не цитировать Их никогда И в связи Читать людей И одна И одна Испыток Была Посвящена Капле воды Когда просто Капля Через определенный Промежуток Времени Капает На одно И то же Место На теле Через некоторое Время Человек Испытывает Невыносимые Мучения Невыносимую Боль Точно так же Пытка сном Всем известно Что это Пытка сном И Ее даже Там В ЕСПЧ Иногда Пробуют озвучить Что вот там Пытали Спать Не давали Представьте себе Человек Спит 2 часа В день Притом Заснул Где-то на 10 минут Его разбудили Снова Он пришел И он Говорит Он задумчивый Как никогда Не Он не задумчивый Как никогда Психиатрическая Наверное Усталость Не психологическая Даже уже Когда человек Все время будет Что-то ему сообщают Он спит 2 часа Зеленский говорит Да у меня нет Он раздражен уже Говорит Да у меня нет Времени Там на детей На жену Подожди Подожди Ты когда запрягался В президенты Ты обещал Несколько вещей Во-первых Ты наверное думал Господин Зеленский Что все будет замечательно Ты будешь деньги зарабатывать Поиграешь Президента Лучшая роль Денег брал У олигархов Много брал денег У олигархов Умешь Там На корпоративах Олигархов Облизывать По полной При том что Есть олигархи Которые рассказывали Как они ему давали деньги Без имен Сейчас я анонимизирую У меня это из первых уст Как за что давали Зеленский очень хорошо Умеет брать деньги Очень хорошо И на проект Он такой Менеджер действительно Хорошего звена Как политик Ну знаете Ну если ты менеджер Ну вспомните Как Кличко пошел На предвыборную кампанию Бургомистра Это было интересно Вы же ничего не понимаете А зачем мне что-то понимать Я команду хорошую соберу Это его так немцы Тогда научили Фонд Эденауа Конрада Эденауа Который подчинялся Тогда на тот момент Меркель Ну так Я просто сокращаю Расстояние Объясняю Кстати Конфликт между Кличко и Зеленским Опять в разгаре Они опять там Друг другу Подливают Какого-то дермица Но нам-то не интересно Я другом Я все-таки Из Германии О Зеленском И во-первых Нестабильность Его психического состояния Подтвердил Билд Это уже действительно Такой интересный факт Потому что Как вы можете Ну давайте так Я вам Вы нормальный человек Слушай Вот мы дружим с тобой Мы даже крепкие друзья При встрече обнимемся Вот моя кредитка Я тут занят немножко Спустись Возьми нам по пивку Да Вот простое человеческое А тут человек ненормальный Я ему даю кредитку И так смотрю Так медленно А он то смеется То плачет Что задумчиво Я думаю так Я ему сейчас дам кредитку Он сейчас не пивка принесет А во-первых Два мороженое Размороженные пельмени И вообще вернется ли он Что-то не то происходит Нет я так раз кредитку и придержу Понимаете к чему я подвожу Человеку не кредитку дают Человеку оружие дают Человеку миллионы дают Миллиарды дают Если он находится В таком состоянии В состоянии ли он Действительно контролировать То что происходит То что он грустный Это понятно А вот то что у него Состояние лоббильности Он прыгает из одного состояния В другой Вот этот вот Пограничный переход Это говорит о другом Мне его переутомление Зеленского не интересует Он-то думал Что он пошутит Попрекал Пофотографируется А запрекся в паханину В которой он ничего не понимает И быть крутым менеджером Оно хорошо Когда кругом советники Американские Британские Несколько украинских Националистов Упоротых И быть таким Ну хорошим Селси Кстати билдовцы написали Как выглядит Где они интервью брали Похоже на стартап Ну вы понимаете Что такое похоже на стартап То есть это не рабочий офис И прожектора То есть обязательно Чтобы делать Вот эти Видео Фото Стейтмены Конференции Заявления То есть думают о том Как в медийном пространстве быть И Я считаю Что Билд Пойдя на шаг Я не верю Что этот шаг Неконтролируемый Потому что я не верю В Германии В свободу прессы Просто не верю В это Половина заказухи Половина грязная стрепня Половина Еще раз говорю Заказухи Половина грязная стрепня Нейтральные темы Могут быть не тронуты Насчет заказухи Или стрепни Настолько иногда Грязные методы Дорогие друзья Но я вас заинтригую Дело в том Что В связи с тем С беспредельной атакой СМИ На меня могу сказать Что пока Адвокат этим занимается Как только адвокат разрешит Юристы разрешат Я расскажу побольше Об этом И о технологии Как это стрепня делается Но пока Просто интрига В следующих программах И Билд Конечно же Не находится С точки зрения Минстрима Мы тут правду Говорим Мы расскажем Сколько В 2016 Году Погибло Детей на Донбассе Украинского оружия Мы не расскажем Как пытали Людей из Донбасса Которых называем Сепаратистами На территории Подконтрольной Украины И в 2018 Году Они это делали В 2019 И легкий Мазок Вот именно Легкий мазок О лоббильности Зеленского Я считаю Это Для того Чтобы другие Прочитав И мы говорим Сейчас только Об элитах Принимающих Решения Кстати Вчера Такой интересный Разговор имел С немецким политиком Насчет Элит Элитные люди И элитные решения Целый день Вчера говорил И утром говорил И вечером Говорил На эту тему Так получилось Так бывает Что люди получают Элитное место работы Вот Ну по жизни Вот получилось Ну ты не соответствуешь Элитарному классу Ты сам не есть элита Ну простой пример Она Лена Бербок Она получила Элитное место Она министр Иностранных дел Германии Но она сама Не является элитой Это что-то типа Гопников Замкадья Как еще вот Называют в России В Москве Замкадья Гопники Не образованный Темный Дремучий человек Если попробовать По словарному запасу Пойти там Например Даля И вот этот вот Дремучий человек Только он современный Он умеет Многие вещи делать Современно Но он тем не менее Не образованный Дремучий И он попадает В элитное место Там где принимают решения Вот Многие элиты Они не элиты Сами по себе Но у них Рабочее место Элитное Президент Бургомистр Ну так бывает И в этом отношении Сам факт того Что Зеленский Находится в нестабильном состоянии Говорит Ребята Вы ему поставляете Танки Вы ему поставляете Деньги И я не верю Что Билд Такой смелый И Зеленского Слуги Точно так же Анализируют Определенные вещи И Конечно же Они ознакомились С этим Мягким намеком На нестабильность Зеленского То смеется То не смеется И Знаете Как вот В журналистском мире Прекрасно все знают Когда делаются Извините меня За такой Плитологический Моветон Подлянки И Есть вопросы Которые Когда ты Задаешь Если получаешь С точки зрения Пиара Данного человека Ответ Который не совсем Вписывается В положительный Пиар То есть В рекламу Ты его потом Упускаешь И Вопрос Зеленскому По поводу Его детей Будут ли они Служить в армии Зеленский Становится Слишком эмоционален Он артист Он включает В себе этого артиста Поэтому У него На краткосрочном Вот Таком участке Отношений С другими политиками Выстраиваются Очень хорошие отношения А когда они Разговаривают Там больше часа Слив уже Неоднократно был Что Зеленский Хмурится Он плывет Он не очень понимает В чем речь Там Они используют Такие хитрые трюки Там То долго с переводчиком Общается То долго ему Кто-то что-то Объясняет Но в принципе Вот на камеру На фото На видео Все клево Все классно Пацаны сделали Все Сфотографировались Отработали А когда идет Действительно Мозговой штурм Решающий какой-то Что он утомляется Очень быстро Это неоднократно Говорили И Вот Человеческий вопрос Который задал ему Журналист Билда Кстати Этот Вот К этому журналисту Можно нормально Относиться Там есть другие Вообще Это катастрофа Представьте Безурналиста Билда Который с гордостью Говорит Наконец-то Наши леопарды Сказал журналист Билда Ребки Убивает русских Но он сказал Не убивает По-другому сказал Или на линии фронта Наконец-то Мы их там видим Но он с гордостью сказал Насчет убивает Скорее всего Это я сейчас добавляю Потому что Это мое внутреннее восприятие А он сказал Типа с гордостью Вот леопарды Наконец-то Понимаете Спасибо большое За прокол Такого уровня Потому что Это и есть реваншизм Слово реваншизм Она очень жесткая У немцев Только один Может быть реваншизм Этот реваншизм Начинается 9 мая 45-го года Если кто-то с гордостью О леопардах То это об этом У нас Где-то Сколько еще Минута Меньше Несколько секунд Меньше Продолжим Продолжим После новостей Мария Дорогие Это программа Владимира Сергеенко Называется она Еврозона Напоминаю В прямом эфире Вести ФМ Ну куда я денусь От вестей ФМ Дорогие друзья Дорогие радиослушатели Личная просьба Обожаю Просто Неимоверно Обожаю Когда такие вещи читаю У меня Настроение Дух поднимается Вот Когда ты читаешь И понимаешь Там Русь Там Русью пахнет Вот пришло сообщение Карелия Город Сердоболь Или Ну Сердоболь Наверное Все-таки ударение Сердоболь Слушает Работаем на даче Господи Как же красиво Сердоболь И проезжаете мимо Какого-то Замечательного Русского Населенного Пункта Россия Огромная Название Сбрасывайте Если оно Такое Замечательно Красивое Спасибо большое Вопрос Владимирская область Спрашивает меня Владимир Каково сейчас Быть русским В Германии Ой Владимирская область Отвечу вам И еще раз Ой Тяжело Тяжело Потому что Мы русские На колено Не становимся И не говорим Ой простите Мы тут должны Покаяться Пробуют же Подловить Есть общественное Мнение Есть общественные Ярлыки Мочат Мочат Это страна НАТО Спецслужбы Занимаются Журналисты Которые Себя Так называют Эти журналюги Превратились Просто в стукачей Они вот Ну вот грубо говоря У тебя берут интервью Потом Аааа Ты пророссийский Ты Путина не осадил И бегут уже сразу В спецслужбы И начинают говорить Вот надо на этого Обратить человека Вниматель Вы можете представить Журналисты Не просто он взял И напечатал А он бежит В спецслужбу И говорит Вот надо обратить На него внимание Мы написали Он под подозрением Я говорю на личном опыте Я говорю за тех Кого я знаю И это не один Такой случай И для того Чтобы это что-то Изменить Вообще Знаете Часто говорят Что же вы там Еще делаете Мы А мы там Отставим Наше мнение И будем Это делать Пока это будет Возможно Вот В телеграм-канале Пишут Что первые Подбитые леопарды Везут на большую землю Может покажут Москве У меня нет информации Что леопарды Везут на большую землю Может покажут Москве Я немножко Отойду от Зеленского С билдом Потому что Эта тема Тоже очень 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 горит Но Леопарды С точки зрения Этого Билдовца Который Вот прям Эмоционально Тоже Ура Наши леопарды Наконец Там Это атмосфера Это атмосфера Которую Создают Медийщики Но Нужно ради Правды Сказать Что в Германии Есть люди Которые При этом Хватаются За голову И говорят Мне стыдно За страну Мне стыдно За наше Правительство Это недопустимо Мы не знаем Что сделать Немецкое оружие Не имеет права Быть на русской земле Немецкое оружие Не имеет права Вообще Убивать Русских Такие люди В Германии Тоже есть Просто у них Шайкалейка Захватила власть Но я возвращаюсь К Зеленскому Там есть Очень интересный момент В этом интервью Очень интересный И еще раз Билд Просто так Ничего не делает Вообще То есть Забудьте о свободе слова Что вот они считают Что они правду Все нашли Накопали Это Правду Это когда Минстримовский политик Приходит к ним В студию Или интервью дает Или они к нему придут И тогда Это все правда Ваше величество Вам сейчас Всю правду скажу Дайте я вам скажу Всю правду Прямо в глаза Глядя честно Всю правду скажу Ваше величество Вы гениальны Вот что-то в таком духе Тогда это правда Если же это правда Связано Например Еще Я беру Пост события 2014 года Связанные с Донбассом Это все было В одностороннем порядке Это Абсолютное Пропагандистское Направление И я понимаю Как углы Подрезаются То есть Переход настроения Перепад То что я называл Лоббильностью Говорят эмоционален То что он тормозит Называется вдумчивый Я сейчас не переворачиваю Тексты Не передергиваю Я просто знаю Стиль билда И в этом стиле Закрыты определенные вещи Невозможно Чтобы билд Если ему нужно Просто взял бы И вычеркнул из репортажа Эмоциональное состояние Ну просто можно не писать Но дело в том Что там была камера И все это было видно И вот эти эмоциональные всплески Вот это торможение Оно все было видно И с точки зрения честности Когда Зеленского спросили А ваш ребенок пойдет в армию сложить Зеленский по логике вещей По ожиданиям Скажем так Говорит о том Что ну должен сказать Ну если надо И придет время То как по другому Да То есть ну Как по другому А Зеленский говорит Да это вообще чудовищно Ни один ребенок Не заслужил войны Зеленский Да конечно Ни один ребенок Не заслужил войны Мало того Каждого ребенка Который попал В жернова войны Нужно спасать Заботиться И вы твари Зеленские особенно Могли бы Действительно С благодарностью Отнестись К моментам Когда детей Вывозили Из зоны Которая была Под обстрелом Найдите потом Родителей Найдите потом Родственников Займитесь Опекунством Докажите Что у вас есть Опекунство Вы можете Обратиться К уполномоченным По правам Человека При Российской Федерации К уполномоченным По детям А вы что делаете Вы в бусе Создаете иллюзию Того Что у вас Украли детей И ты потом Рассуждаешь Дети не заслужили Войны Да Дети не заслужили Войны Но те дети Которых вывезли Из региона Кризисного Находят семью И вы прекрасно знаете Как эту семью Искали Вы прекрасно знаете Как процессы эти Происходят А потом говорить Русские украли Не русские спасли Детскую жизнь Будьте благодарны В этом отношении И выстраивайте отношения Так чтобы было В интересах ребенка А не в интересах Муса И американской дудки Под которой Вы все танцуете Я очень серьезно Говорю Потому что Статистика по запросам То есть обвинения Вот есть Там Ой детей воруют А статистика по запросам Дайте ребенка Вот родители его нашлись Дайте статистику Покажите мне Эту семью Которая плачется В Европе И говорит Ой мне ребенка Моего не отдает Покажите Покажите На тех переговорах Которые были По институту Омбудс Институту То есть защита Прав человека Есть Всегда при правительстве При президенте В зависимости от государства Но этот институт Есть Отказы Не сотрудничества Или еще что-то Нету чего Показать Нету И Зеленский Когда рассуждает На тему По поводу детей Он вдруг уходит Что вот все эти родители У кого дети погибли Уже там Ну каждый воин Слава родителям Да Красивые слова А тебя спросили Не об этом Зеленский Зеленский Спросили очень просто Твой ребенок Пойдет служить Или как И В этом отношении Конечно же Ожидания ответа У журналиста Были другие Зеленский Такой эмоциональный Ну надо же За полсекунды Переключиться По режиссерски То ли я страдалец То ли я тут Возмущен очень сильно И Самое что интересное Билд Независимо от своего Желания Постоянно купаться В славе Русофобских лучей Они тоже Относятся к чемпионам Они в этом Чемпионате Принимают Конечно же Участие Дает России алиби Притом удивительно Устами Зеленского И это На самом деле Было уже Расшарено То есть Распространено Практически Всеми СМИ Зеленский Сказал Что у них Нет никаких Доказательств Причастности России Да Сказал Он это Очень эмоционально И на видео Видно Ну вы что Тупые Или что Уже Ну какие Могут быть У нас Доказательства Что Россия Виновна Ну какие Мы что Там На месте Вот когда Будем на месте Тогда и будем Какие-то Доказательства Собирать Но это Правда Как может Шольц То есть Вначале Шольц Там Обтекаемо Сказал Там были Формулировки Мол Россия Была там Значит Россия Несет Ответственность Усталость Материала Подрыв Взрыв Артиллерийский Обстрел У меня В телеграм Канале Статистика По Каховке Переписана Онлайн Переводчиком Интенсивность Обстрелов Сколько И как Часто Украина Стреляла В эту точку И на протяжении Какого Периода Ну оказывается Русские Там были Поэтому Не несут Ответственность Ну ладно А насчет Подрыва Там Дело Не только В Шольце А дело Во всех Коллективный Запад Начал Очень быстро Обвинять Россию Мол Россия Виновата Это преступление Против Человечества Наши Спецорганы Начали Расследование Это В копилку Геноциды Уходят И тут Бабах Вы представляете Какой Облом У всей Этой Машины Пропаганды Зеленский Говорит О том Что Нет никаких Доказательств Вот когда Будут Доказательства Когда мы Там будем Ну то есть Он имеет Ввиду Украину Когда мы Там Украина Будем Вот тогда У нас И будет Доказательства Я думаю Как раз Сработало То что Зеленский Спал Два часа Он Искренне Ответил Это тот Момент Когда Момент Истинный Происходит Помните Да Замечательное Произведение Момент Истинный И в этот Момент Истинный Человек Раскрылся И сказал Абсолютную Правду Я считаю Что это Первый Важный Момент Во всем Этом Интервью Подтверждение Того Что Россия Не имеет Отношения К подрыву И прозвучало Это Ну правда Им плевать И американцам И немцам Что там Говорит Зеленский Они все равно Будут Дальше Говорить Но 50 минут Интервью В котором То смеялся То плакал Вы знаете Отношения Украины Германии Они проходят Через Определенные Леопарды На сегодняшний день Они теперь Леопардовская Дипломатия Но там еще Один очень Интересный Момент Прозвучал Вот у Зеленского Есть в команде Люди Которые Когда в Европе Присутствуют Они и так Красуются Да у нас Все под контролем Да мы сейчас Дайте нам Еще 10 танков У нас Техническая Пауза Техническая Пауза На 10 танках Остановимся Сделаем Перерыв Вести ФМ Так Замечательно Спасибо большое Дорогие радиослушатели За реакцию Никогда Не слышал Ничего подобного Замечаю Поселок Волгоградской области Еду каждый раз Смеюсь Третий Решающий Потрясающее Название Поселка Возвращаюсь Я к Зеленскому Спасибо Возвращаюсь К Зеленскому И Еще одна Такая интересная Весь Когда Красуются В Европе Представители Аппарата Зеленского Ну окружение Совбез Помните фразу Я не могу Подтвердить Что мы К этому Имеем отношение Но я не буду Отрицать В общем Дайте нам 10 танков Мы сейчас Будем в Москве Но я все Утрирую Ну атмосферу Пробую передать И вот Вопрос Билда Такой Это же Заказной Вопрос Понятно Что некоторые Вещи Они должны Вроде бы Как Вызвать Реакцию У зрителя У читателя А вообще Это Продуманные Вещи Которые Должны Что-то Продемонстрировать И В связи С тем Что По Северному Потоку Германия Закрывает Практически Информацию Депутаты Пишут Немецкие Депутаты Бундестага Пишут Обращение Правительства Притом Там Уже Смешные Вопросы Звучат И в этих Смешных Вопросах Ответ Всегда Один Мы Ничего Вам Не Расскажем Ничего Не Ответим Потому Что Это Гостайна Немцы Ничего Не Отвечают Там Появляются Новые Данные Немцы Это Гостайна Молчат Держат Между Прочем Так Сильно Держит Немецкое Правительство Эту Гостайну Смешно И Вот Причастна То есть В Германии Это Гостайна Ну Когда Спрашивают То Ответ Будет Мы Не Будем Никак Комментировать Ну Такой Вопрос Можно Задать Немцам Вы Причастны Как То У вас Есть Как Информация Кто Причастен Если Вы Не Причастны Это Гостайна А тут Зеленского Спрашивают И Зеленский Выдает Нам Государственную Тайну Мальчиш Плохиш Рассказал Нам Что На самом деле Это разговор Не с Россией Насчет Приказа О Северных Потоках Это разговор О Германии Не больше Не меньше И Зеленский Когда говорит Я Приказ Не отдавал То В принципе Я уверен Что письменного Приказа Нет Он Не может Быть Этот письменный Приказ За подписью Зеленского Потому Что Тогда В принципе Очень многие Вещи Просто Переосмыслится Переостановится И Как-то Будет Все По-другому В дипломатическом Поле Ну В принципе Это моментальное Стирание Зеленского Из переговорного Поля Нужно Другого Зеленского Назначать Чтобы Другому Зеленскому Поставлять Леопарды То есть Это не значит Что он остановит Поставки Леопардов И В этом Отношении Зеленский Тоже Очень Эмоционально Вы понимаете Когда Спокойный Немец Говорит Он был Такой Эмоциональный Он был Такой Эмоциональный На видео Видно Все это Он Приказы Не давал Зеленский Приказы Не давал И пробует Об этом Заявить На весь мир Я тут Ни при чем Да в принципе Зеленский Вообще Ни при чем Даже Когда показывают Зеленского И спрашивают У него что-то И подписывают Что-то И проводят Совещание Да он Вообще Ни при чем Если честно Владимир Тут Есть сообщение Как раз Про Зеленского Которое Мне кажется Требует Пояснения Давайте Все-таки Нам пишет Екатерина Из Краснодарского Края Зачем столько Внимания Уделять Личности Зеленского И Особенно Его Какому-то Психическому Эмоциональному Состоянию Он вообще Не человек Он оно И так далее И так далее Пишет наша Слушательница Зачем Об этом Говорить Извините Мария Владимир Может я Что-то Не понимаю Но здесь Речь Не о личности Зеленского О самом Направлении О подаче Совсем Надо шире Смотреть Зеленский Многим Понятен И многим Неинтересен А вот То что Билд Впервые Описывает Его Таким И Мария Изначально В подводке Сказала О чем Говорит Это Может ли Это Говорить Об изменении Ну Представьте Себе Что Человек Психически Нестабильному И это Публично Сейчас Там Выложено Это видео Видно Что он Что-то Не то С ним Человек Ну Не первый Раз И Одна Из Самых Сильнейших Пропагандистских Газет То есть Это Сильнейший Они говорят Да он Нестабилен И Это Не так Просто Все Может ему Отдохнуть Надо Но В принципе На фоне Того Что сейчас Происходит Вот здесь Вот я Говорил Что Я обязательно По леопардам Пройдусь Смотрите Дорогие Друзья Как Интересно Вы знаете Это тот Случай Это тот Случай Когда Дозвонились На выключенный Телефон Притом Очень Очень Странный Звонок Может Стоит Ответить Владимир Может Когда Она Выключена И Прозванивается Это Что-то Важное Да Это Может Быть Но Смотрите По поводу Леопардов Леопарды Старого Поколения Они Не Представляют Вообще Никакого Интереса Представьте Себе Что Вы Производитель Какой Там Модной Очень Модной Машины Прям Очень Очень Модной Машины Я Кстати Думаю Что Это Звонят Из Билда Или Еще Откуда Серьезно Говорю Потому Что Они Звонят Сейчас На Номер Телефона Который Действительно Выключен Он Интернет Подключенный То есть Это Какие-то Журналюги Мы Обязательно Узнаем Потому Кто Такой Дерзкий На Мало Кому Известный Номер Звонит И Леопарды Которые Старого Поколения Они Правда Не Интересны Но Есть Там Бронь Но Вы Леопарды Единички Они Как бы Вчерашние Это Утилизация Произошла Это Новые Контракты Для Райн Метал Пожалуйста Неинтересно Представьте Себе Что Вы Производитель Что-то Очень Модного Что-то Очень Красивого Что-то Единственного В мире Уникального Которое Называется Да Мы Немецкое Оружие Мы Тут Самые Крутые Не Забывайте Пожалуйста Что Это Бизнес Это Бизнес На Леопарды Вступают На территорию Украины Впервые Леопарды Соприкасаются Ну говорят Что в Сирии Было Но я не помню Там Насчет танков Американских Это один разговор Насчет немецких Я говорю Сейчас как в Германии Поддается Лучшая бронь Лучшие Танки И самое Лучшее Что есть У них Они Сейчас Вот Контр-атака Будет Леопарды Сейчас русским Покажут И тут Идет Статистика Вот первый Леопард Побит Вот второй Леопард Посмотрите Вот видно Просто классическая Квадратная Башня Сверху И получается Что рекламный Трюк с Леопардами На самом деле Сейчас Откинет Заказы на Леопарды По всему Миру Назад А зачем Нужны танки Которые Подбивают Зачем Не знаю Как наш Радиослужитель Сказал Что на Большую Землю Везут Танк Леопард Не знаю Ничего Не могу Это сказать И не знаю Как к этому Относиться Но я знаю Точно Что Как это сделали Украинцы Которые И в Берлине И в Европе Танк возили Показывали Мне не интересно Но я знаю точно Кому интересно Специалистам Вы представляете Леопарды Грубо говоря Передали на рассмотрение Россия Под микроскопом Можно посмотреть Какая техника Что там Где там При этом Во всей этой технике Замечательно Найти слабые места Замечательно Найти места Которые По технологии Может быть Что-то новое Приносят Понимаете Слабое место Это для боя По технологии Ну может у них Есть какие-то Разработки И специалисты Я сейчас говорю Германский взгляд Говорят Прям замерли У них знаете Так придыхание Было Как будто Какой-то полуфинал Идет Футбольного матча И у Германии Есть шанс Стать чемпионом мира Все Нету такого шанса И с придыханием Вот сейчас Леопарды Впервые Встретятся С российским оружием И знаете Так с придыханием Они Чтобы не сплюнуть Чтобы не сглазить Боялись Что-то говорить Но они ждали Этого момента Встречи Леопарда С российским оружием Ну горящие Леопарды У них теперь Кадры эти есть Эти кадры Поверьте мне В Германии Известны При том что Как я называю Партизанские Ватсап Войска Сообщество Интернет Разнесло Моментально Очень сильно Разнесло Это практически Моментально По всей Германии По всей сети Горящие леопарды Горящие леопарды Это символ Я не знаю Если в китайском Календаре Понятие Горящий леопард Там Дракон есть Вот У нас может быть Новая эра Началась Горящих леопардов И Я возвращаясь К билду Который так получилось Что мы сегодня От него стартовали Билд подтвердил Лоббильность Зеленского Сделав это Очень мягко Так чтобы Зеленский не обиделся На билд Но они это сделали Притом я думаю Сознательно Конечно же И второе Разговор о поставках Оружия Он же постоянно Продолжается Точно так же Как разговор о вступлении НАТО И Украина говорит Что прямо сейчас На саммите Опять будет Прям Двугодичная Карта Но двугодичная После того Как Украина Победит Вот Украина Победит И после этого В течение двух лет Украина вступит В НАТО И все это Сейчас будет Озвучено На большом саммите Говорят украинские Политики А немецкие Политики говорят Что главное Обсуждать Бесперебойность Поставок оружия На Украину И вот в этот момент Представьте себе Таким легким Штрихом Говорят Да он нервный Да он какой-то такой Да он слишком Задумчивый Настолько что Ого-го И горящий Леопард Вот с точки зрения Под микроскопом Рассмотреть Что это такое И даже Мне кажется У русских Уже интереса Такого особого нет Ну подбили И подбили Что-то может быть Интересно Если он так легко Подбивается Но ведь Обещали победу Благодаря Леопардам И теперь Я понимаю Все сомнения Шольца Потому что Рекламный трюк С Леопардами Не прошел Уж простите Но это правда Ну в том числе И это преследует Производители Леопарда Рекламный трюк Смотрите Какая машина Какая техника И основную победу Обеспечили Леопарды Не самолеты Не украинские солдаты Леопарды Это рекламный трюк Как это не мерзко Но это правда Сама война По себе Ничего хорошего И Ну на войне Понятно Кто-то зарабатывает И производители Леопардов Они делали такую Знаете Такое заявление Я напомню И прощать И нельзя К этому относиться Спокойно Когда Райан Металл Сказал Что они готовы В ближайшее время Поставить 88 единиц Бронетехники на Украину Для многих Прозвучали 88 Как ничего не значит Еще и символы Ну 88 Там техники 88 на футболках У нацистов Не у нацистов Сегодня Это код Это код Латинскими буквами Халь Хитлер У нас полминуты Так что Разговор о леопардах Я думаю Еще неоднократно будет И я уверен Что Зеленскому С его лоббильностью Никто Самую новую технику Ну в этом сезоне Точно не поставят А Россия Все перемелет Уходим Поэтому это интервью Было настолько важно Для нас Это программа Еврозоны Субтитры создавал DimaTorzok